МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По полугодию уходящему и предыдущему, да, сверить планы, перспективы, то, что сделано. Но, как всегда, природа, она вносит некие коррективы в мысли человека. И опять стихия, водная стихия атакует наш Хабаровский край. Опять вы выезжали в сёла, были, вот я знаю, в Арсеньево, и проверяли дамбу. Вы её там нашли, потому что какая-то такая информация противоречивая. А людям это очень важно услышать. То есть мы до сих пор проверяем нашу защиту от стихии. Есть ли у нас эта защита или нет? Или нужно ещё многое сделать? Вот в этих посёлках, куда мы летали, даже в 2013 году такого подтопления не было. Понимаете? То есть не думали, что туда придёт беда. Да, сколько вылилось воды. Там бывает подтопление. Оно ежегодное, оно такое мелкое, там заходит в огороды вода. То есть люди к этому привыкли. И в этом году за сутки вылилось столько осадков, сколько не вылилось в прошлом году за три месяца. Вот. И поэтому, конечно, речка небольшая, но она вышла из берегов и принесла неприятности. Там и огороды залило, и в дома вошла вода. Там как таковых дамб, в полном смысле этого слова, конечно, нет. Там есть заградительные сооружения, которые делались когда-то, когда-то давно. Конечно, они уже там рассыпались все и не представляют преграды. Мы сегодня этот вопрос изучаем. Специалисты туда поехали взять замеры, посмотрим, как мы можем теперь в этом же месте, где пытались когда-то защиту делать, сделать хорошую преграду для воды. Если она будет подъемной, мы ее и краем сделаем, конечно. Если будет неподъемной, выйдем в федеральный центр с поддержкой. Потому что если дамба, название дамба, это уже федеральные полномочия. То есть они уже защиту делают такую по рекам. Ну, по крайней мере, мы сделаем все для того, чтобы в том месте, в опасном, особо опасном месте защитить вот этот поселок. Люди там живут нормальные, там живут и коренные наши, там живут и переехали многие из других регионов туда жить. Ну, такое село достаточно. Место так хорошее такое, да. Там очень благоприятный климат для выращивания овощей, там речка хорошая идет. Там, ну, заодно мы поехали, посмотрели, как люди сегодня переносят это. Хочу сказать, переносят нормально. То есть, во-первых, опять же, мы без жертв там прошли, эвакуацию провели. Люди сами... Без паники, да. Без паники, да. Подготовились, выехали. Некоторые остались в домах, подняли свои эти вещи на высокие места. Я сам проплыл на лодке, там несколько домов, огородных там, этих всяких разных дел посмотрел. Вот за что им большое спасибо, что они вот не плакали. Это уже закаленные, дальневосточные люди, и, конечно, им хочется помочь всегда. Мы им поможем обязательно и в плане потери урожаев, и в плане теми, кто ущерб там какой-то по домам. Там частичный ущерб у них будет. Полного нет, конечно, там частичный. Но есть понимание, главное, что помощь придет. Придет, обязательно придет помощь, обязательно. Ну, и хочу сказать, что и люди тоже должны понимать, что на будущее надо заниматься страхованием. Хотя, когда мы там сход собрали, такой вот импровизированный, на берегу реки, они сказали, мы готовы. Это тоже их, кстати, положительно. Они не говорили, что мы не знаем про это. Мы готовы, но к нам не едут страховщики сюда. Поэтому мы им помещали, мы окажем вам поддержку сейчас по этому случаю, но потом попробуем организовать страховщиков приехать туда. Действительно, этот поселок, он тупиковый. Он тупиковый, через него дорога никуда не идет, вот она на этом поселке и заканчивается. Это старая лесовозная дорога, которую надо приводить тоже в соответствии с какими-то нормами, там, мосты, которые сейчас размыло. Мы приступили уже к работе, восстановим все это дело, сделаем. Ну, главное, что люди не хотят места покидать свои, хотят именно восстанавливать. Потому что одно из предложений было, ну, сразу же первое я посмотрел, ну, в Дизине. В Дизине, конечно, их вся заливает. Давайте мы вас перевезем в другое место. Люди не хотят. Ну, и понять их можно. Некоторые там уже в нескольких поколениях живут. Там родители их не были, там их место, там их и промысел какой-то есть, которым они живут. Мы это понимаем все. Ну, постараемся создать такие более-менее комфортно нормальные условия для них, там, ну, с тем, чтобы они тоже участвовали, у кого там свой дом, чтобы не строили в Дизине. Ну, продолжаются стройки, есть же там места повыше. Ну, да, то есть, конечно, на своих ошибках учиться тяжело, но полезно, говорят. Надо, чтобы каждый все равно думал тоже об этом. Конечно, власть обязательно будет помогать, мы будем участвовать, но мы бы лучше поучаствовали там, где они скажут, мы хотим построить дома, там лесная зона, мы им поможем перевести ее из лесной зоны в зону подстроительства, чем они построят не зимний, потом утонут, и все равно деньги тратить потом. Ну, главное, что тут о проблеме известно, да, и помощь придет. И главное то, что люди, несмотря на такую нашу сложную дальневосточную природу, погоду, они чувствуют свою силу, чувствуют поддержку власти и не хотят покидать, главное, наши благодатные края. Цель как раз для того, и работает власть, чтобы люди здесь оставались. Поэтому предлагаю перейти к теме экономической, посмотреть для начала видеосюжет и потом прокомментировать. Пилотный проект. Именно так называют пока еще не освоенную площадку в Комсомольске-на-Амуре. Парус – один из трех компонентов территории опережающего социально-экономического развития вместе с Амур-Литмашем и Амурском. Премьер-министр России Дмитрий Медведев свое первое постановление о создании ТАСЭР подписал именно для индустриального центра Хабаровского края. Городской администрации был представлен план развития всей необходимой для новых предприятий инфраструктуры почти на полтора миллиарда рублей. Разработана также схема строительства и реконструкции социальных объектов с учетом перспективы создания трех тысяч новых рабочих мест. Потенциальные подрядчики уже есть. Они ждут отмашки и ждут отмашки в принципе от нас, от правительства, вот какие-то гарантии. Следующий важный шаг – подписание соглашения с инвесторами, которые будут вкладывать свои деньги в развитие инновационных производств. Причем работа с резидентами территории опережающего развития параллельно с городом юности активно ведется и в краевой столице. В пригороде Хабаровска даже заложена аллея инвесторов. Это символ перехода от теории к практической работе. На площадке размером 558 гектаров запланировано размещение десятка производств. Это совершенно новые компании, которые откликнулись на дальневосточный призыв для инвесторов зайти на территорию Дальнего Востока, на территорию Хабаровского края. Хабаровск интересен логистически в первую очередь. Основные объемы надо еще потрудиться, завоевывать и доказывать свою жизнедеятельность на территории Дальнего Востока. Сейчас запускается маховик практической работы. В первых трех территориях опережающего развития две из которых у нас в крае. Все три торы, скажу честно, они идут все равно вкупе, идут как-то, как говорится, наздря в наздрю. Я так думаю, что параллельно все будут торт стартовать. Плюс-минус какие-то проекты, может быть, раньше, какие-то позже. То есть, ну, все зависит от стадии на сегодняшний момент проработки данных проектов инвесторами. Первые производственные цехи в Тасер-Хабаровск будут открыты еще до конца этого года. Для потенциальных инвесторов краевое правительство готово предоставить не только место под фирменный флаг, но и все предусмотренные преференции. Для этого требуется пройти финансовый ценз для капиталовложений. Демократичный минимум в 500 тысяч рублей. Ну вот ромашка, как завершающий такой, да. Я надеюсь, что инвесторам нашим на ромашке гадать не придется. Там любят, не любят их Хабаровский край, да. К сердцу прижмет, к черту пошлет, да. То есть все, вот заложили, да, аллею инвесторов. Но вот сейчас уже можно как-то какие-то сроки привязывать вот к каким-то мероприятиям, которые мы намечали. Мы движемся по графику, то есть уже сбывается. Да. 29 числа мы запланировали уже подписание соглашения в городе Комсомольске-на-Амуре. Соглашение, которое будет подписывать правительство, муниципалитет, министерство развития, инвесторы, которое даст уже толчок к конкретной реальной работе. И в этот же день или на следующий день подпишем такое же соглашение в городе Хабаровске по двум территориям. То есть обе территории готовы, сами соглашения отработаны уже, то есть все там пункты, которые были спорные, отшлифовали, нашли взаимопонимание. И вот этот момент подписания даст уже отчет конкретной работе инвесторов на дальних территориях. Они практически у нас параллельно будут идти. И ТОСР, который Комсомольск называется, и ТОСР, который Хабаровский. А вот скажите, вот сама аббревиатура, как бы ТОСР, ТОР, она в нашу жизнь уже вошла, и мы постепенно, уже даже в сюжетах, раньше мы всегда расшифровывали. Теперь уже людям понятно, то есть мы уже, вот это вот понимание, как бы оно у нас в головах оформилось. Но все-таки работаем мы в первую очередь для людей, и они задают всегда вопросы, а что они почувствуют, что они для себя почувствуют. Мы вот сейчас, когда даем репортажи с судостроительного завода, мы понимаем, есть конкретная продукция, и есть конкретные люди, которые работают уже на существующих предприятиях. Вот это вот пересечение смычка уже работающих предприятий, в том же Комсомольске, на Амуре, вот с территории опережающего развития, она вот как будет осуществляться? Не сами же по себе, все вместе? Нет, конечно. Ну и смысл-то был заложен изначально в создании территории в Комсомольске как раз под работу предприятия. Почему? Это же опять импортозамещение как бы здесь. Сегодня завод Гагарина, который мы взяли за основу, ну и я больше всего как бы знаю про него, он сегодня заказывает себе детали уже в других территориях и в другой стране даже, нашей соседней. То есть мы отдаем работу в другую страну, там остается добавленная стоимость, прибавочная стоимость, там остается весь труд. Мы им платим деньги в валюте и привозим сюда детали. Я считаю, что это совершенно неправильно в данном случае. Мы можем их делать здесь. И поэтому вот одно из предприятий, которое будет разгружать завод Комсомольский авиационный, делать детали для него и поставлять на этот завод. То есть есть уже капитальный, постоянный потребитель, что очень важно. Мы же можем любой продукт создать сегодня в Хабаровском крае, любой. Но другое дело, куда мы его продадим? Потребитель найти сложно на рынке, на жестком рынке. А здесь у нас есть потребитель. Поэтому вот это первое, что мы будем делать для него. Второе инструмент, который завод заказывает тоже в других регионах. Мы тоже планируем, чтобы и там делали, там этот инструмент в Комсомольске на улице и поставляли его на завод. Вот тоже постоянный потребитель. А дальше завод по композитным материалам. Тоже в планах создать в Комсомольске, чтобы мы не возили через всю страну, а делали и там же. По-другому, транспортные расходы уменьшатся. С учетом льготных условий создания предприятий, цена на эти зелья тоже будет конкурентоспособная. И это повлияет на конечную цену самолета. Мы будем конкурентоспособны сегодня и продавать самолет. У нас сегодня сухой Супер-Жет-100 где-то тормозится из-за того, что продажи пока не идут такими темпами, какими было задумано в начальном пути. А не идут, конечно. А вот председатель нашего правительства, Дмитрий Анатольевич Медведев, он сказал, что уже четко есть заказы на 25 самолетов в этом году. Да, ну есть, конечно. Но мы-то хотели, чтобы сегодня были заказы на 200 самолетов. Ну так, я помню, я этот бизнес-клал нарисовал еще. Не помню, какие там цифры были. Но это хорошо, что они есть. А мы-то планируем увеличить темпы эти. Увеличить темпы, чтобы отдача хорошая была, налоговая отдача. Поэтому предприятия собираем, чтобы они были рядышком. Эти предприятия, они должны дать синергетический эффект. То есть дать работу еще и малому бизнесу, среднему, которые будут работать с этими предприятиями. Ну, поставлять сырье какое-то или еще. Это рабочие места. Рабочие места, значит, налоги. Значит, мы можем развивать социальную сеть инфраструктурную в городе и Комсомольске-на-Амуре, и Хабаровске. Ну да, потому что жизнь продолжается и за пределами проходной. Мы все это понимаем, и для людей это иногда и более важно. И планируем там же построить и жилье для работников на этой площадке. Ну вот тут я еще вас спрошу. Ну вот сначала про авиационное предприятие, потому что мы понимаем, что основной заказчик, очень важный, это Министерство обороны. Я обратила внимание, вот когда был Всероссийский день приемки, гособоронзаказа, сдавали мы наши прославленные самолеты СУ. И там очень много говорили о том, что сейчас какая-то новая система финансового мониторинга, вот этого самого гособоронзаказа. И это новый инструмент, которым тоже нужно управлять. Вот для нас это что значит? Мы можем как-то повлиять, вот как вы сказали, на количество заказов или отследить вот что-то для себя? Нет, ну это внутренняя кухня, внутренняя кухня гособоронзаказа. А то вдруг это еще один рычаг, который что-то нам перекрывает. Нет, нет, нет. Сегодня, кстати, вот, и благодаря тому, что лично президент не раз вмешивался в систему работы государственного оборонного заказа, Министерство обороны появилось лицом сегодня к промышленности, к обороны. Я просто всю жизнь в оборонке работал. И помню, даже в советское время не было таких вещей, которые сегодня производят. Они авансируют заранее производство работ, выдают авансы в начале года. Раньше получали, там, полгода должно предприятие работать, потом начинают получать финансирование по частям. Все время в подвешенном состоянии, да? И многие там срывали заказы. Сегодня тоже есть срывы, но сегодня нет оснований для того, чтобы срывать. Потому что Министерство обороны финансирует правильно. И причем нашли варианты для тех, кто и кредитуется. Если он кредитуется, государство выдает гарантии под кредиты, что потом компенсировать эти проценты по кредитам, которые предприятие берет, если Минобороны вовремя там не может. По каким-то причинам, по объективному. То есть это вот еще один как бы фактор уверенности для предприятия. Это нормальный фактор, да. Я считаю, он нам на пользу всем пойдет. Ну и контроль за гособоронным, конечно, должен быть. Чтобы деньги расходовались правильно. Чтобы на одну и ту же работу два раза деньги не платили. У нас же тоже было несколько заводов авиационных, три, например. У каждого у нас самолета есть локатор. Локатор один и тот же, например, стоит. И разрабатывают его предприятия. Или одно, или два. Одно предприятие заказывает себе научно-исследовательские работы. Другое себе. Они уже есть, они уже сделаны. Изобретают велосипед все заново. Конечно, который уже изобретен. То есть эти вещи известны. Сегодня от этого уходим. Для того, чтобы мы могли деньги разумно расходовать, государственные деньги, на те новые образцы техники и технологий, которые есть в разработке у нас. И чтобы мы приумножали нашу обороноспособность. Они делали одно и то же для каждого предприятия. И в этом плане система сегодня, я считаю, в Минобороне работает очень хорошо. Очень хорошо. И дает возможность предприятиям развиваться. Дает возможность ритмично выполнять гособоронзаказы. И если предприятие вовремя выполняет этапы даже работ, то Министерство обороны вовремя и дальше работает и подписывает с ними контракты. Как случилось и на заводе Ленинского комсомола, когда у них был срок по спуску корвета на воду. Конкретный был 22 июня. И было условие. Я просто участник был этого договора. То следом будет подписан опцион еще на два корвета. И ровно в срок завод выполнил задачу. И ровно в срок Министерство обороны подписали контракт еще на два корвета. То есть вот это, я считаю, выстраивается хорошая нормальная работа военно-промышленного комплекса Министерства обороны в нашей Российской Федерации. Для нас, для нашего края это особо важно, потому что край обороны, край промышленный. Ну теперь вообще важно, что мы записаны особой именной строкой. Раньше это был город Комсомольск-на-Амуре на особым счету. А теперь, когда лодка появилась, Комсомольск-на-Амуре, ну то есть все это... Это особое доверие правительству, президента. Это непростой вопрос. Мы не один год над этим работали. Ну да, имена-то просто так, да. Чтобы присвоили от подводной лодки имя города Комсомольска-на-Амуре. Это дорогого стоит. И заводчане, я думаю, это все оценят, конечно, и будут работать еще качественней и производительней. То есть завершился один пласт работы. Я представляю, сколько было проделано, чтобы вот это вот состоялось. И вот, опять же, возвращаясь к судостроительному заводу, да, вот буквально на этой неделе закладка корвета, Ордар Цединджапов, герой, молодой парень, сибиряк наш. И вот я смотрела на лица людей, которые пришли на это. Даже не хочется говорить слово мероприятие, потому что это был праздник. И мы долго вот говорили авиационный, авиационный. Ну, наверное, какая-то ревность у судостроителей была, что они чуть-чуть чувствовали себя, что их забывают. Она была и есть постоянно. Есть, есть. Это, наверное, хорошо, да, в данном случае. А сейчас они почувствовали, что действительно и на их улице праздник. У вас было вот, когда вы вручали там награды и проводили все, вот такое ощущение? Конечно. Я видел, я знаю многих, вот костяк этого завода, ветераны. Я их всех практически в лицо знаю и по именам многих. И я видел, как у них светились лица, они помнят хорошие времена, помнят сложные времена, помнят плохие времена на заводе. Сегодня они радуются, а их не проведешь, тому, что завод оживает. И молодежи сколько появилось, много там. Молодежь увидела, что завод загружен, что он будет работать на много лет вперед. Они пошли работать на предприятии. Молодые парни, есть хорошие уже такие подающие надежды кадры, руководящие среди молодых. Мы их даже знаем уже. Понимаете, это как раз то, что требуется для предприятия. Чтобы у него была загрузка, ритмичная работа, тогда они могут выполнять работу с хорошим качеством, сроки сдавать корабли. Чтобы не каждый год новый головняк закладывать там, да, и каждый раз на него там чертежи во время производства уже рисовать. А чтобы они знали свою работу. Вот сегодня это выстраивается на заводе. И мы радуемся за завод судостроительный, который набирает обороты, делает современные корветы по суперсовременным технологиям. Это современнейшее судно, которое так необходимо Тихианскому флоту. И когда мы опять же договорились, в сроке будем выполнять этапы по этим новым контрактам, у нас опцион еще там на два корвета есть. Такая договоренность есть, и таким образом тоже выстраивается хорошая загрузка для предприятия. Конечно, там надо и оптимизацией заниматься на заводе, конечно, надо там и техническим развитием. Но сегодня у него появилась возможность этим заниматься, возможность выстроить свою экономику на предприятии. И самому решать многие вопросы. Ну и в конце концов платить налоги. Это тоже очень важно. Кстати, о ревности определенной. Не спрашивали вас, возможно ли у них такая ипотека, как вот есть такая совместная ипотека на авиационном, когда правительство, холдинг сухой, ну и сам будущий владелец квартиры. То есть они финансируют будущее строительство. А для судостроителей и для других предприятий возможно? Возможно. Сегодня, когда на завод пришли очень много молодых ребят работать, это просто востребовано. Я в Москве вот в эту командировку встречался с руководителем Объединенной судостроительной корпорации, с Алексеем Львовичем, который пообещал, что он приедет сюда к нам. Вот в конце месяца он будет здесь. Два дня будем работать на территории края. Ну, с командой приедет. И как раз по нашим двум судостроительным заводам. У нас есть завод судостроительный в Комсомольске-на-Амуре и есть завод судостроительный в Хабаровске. Мы будем рассматривать вопросы. И один из вопросов, мы как раз говорили о жиле. Мы же им определили место в городе Комсомольске-на-Амуре уже практически и капсулу уже заложили. Но так как руководство там настолько быстро менялось, в этой Объединенной судостроительной корпорации, что новые пришли, не знают, что старые заложили капсулу. Вот я ему все это рассказал. Он очень заинтересовался, что есть такая ипотека, что правительство поддерживает этот вопрос. И я думаю, мы этот вопрос разовьем сегодня на судостроительной площадке обязательно, потому что нульям надо жить где-то. У нас сегодня там уже на сегодняшний день на этом предприятии уже более 300 человек привлеченных работает с других территорий. То есть уже не хватает рабочих сил в городе Комсомольске. Это хорошо. Хотелось бы, чтобы они остались у нас, прижились. Поэтому им надо построить жилье. Но опять положительный фактор, что сегодня они уже привлекают людей с Приморского края, с Находки, с Владивостока приезжают. Вот те, кто строили суда и там где-то они высвободились и работают здесь, в Комсомольске, на заводе. Вот такая межрегиональная кооперация и работа, это опять же новый фактор такой в нашей истории промышленности. Ну не секрет, раньше все работали, вот где живешь, там и работаешь, чтобы в шаговой доступности предприятия было. Сегодня мы и внутри краевую начинаем развивать такую вот мобильность трудовую, и внутри дальневосточную, когда между регионами, это тоже важно. Вот мы можем сегодня привлекать оттуда работников, потом когда здесь будет загвоздка какая-то, она может быть, мы туда можем дать. Программа мобильности, да, вот это у нас создание правительства. Федеральная программа есть трудовой мобильности сегодня, и мы в ней участвуем как пилотный проект Хабаровский край в этой программе. Сегодня мы определяем ряд регионов, ну они уже есть у нас, где есть свободные трудовые ресурсы, и мы будем получать федеральные деньги, чтобы оттуда людей сюда привезти, дать им возможность здесь обзавестись, и работать на предприятии в Хабаровском крае. То есть такая программа уже опробируется, как раз наш регион в пилотниках. Посмотрим, как она пойдет, что надо в ней подправить. Это тоже очень важный фактор, чтобы люди приезжали, ну приезжали не на пустое место, а приезжали, знали, что есть работа, есть где жить. А дальше им детей рожать, детей растить, детские сады, школы. Ну опять власти забота, ну это уже строить, наверное, это приятная забота. Когда работают предприятия, им нужны дома культуры и спортивные сооружения, и другие виды провождения досуга. Это хорошая забота для правительства любого края или области. По-моему, в заявлении Уликаева прозвучало на этой же неделе, что моногорода, некоторый список этих городов, они будут приравнены к территориям опережающего развития. У нас есть Ванина, у нас есть Чикдамын. Вот мы вот в этот список вошли, или мы в какой-то второй линейке? Нет, почему? У нас, ну это сказал, во-первых, президент, первый еще ранее. А, ну тут, значит, повторил, да. Рассмотреть вопрос по моногородам. Приравнивание, да? Приравнивание. И процесс пошел сегодня, да. И у нас Чикдамын является моногородом, он вошел в программу. Вот Чикдамын, у нас один моногород. А Ванина пока борется, да? Да, ну, там критерии, нужны определенные критерии под моно. Но и Чикдамын, он сразу подошел под эти категории. Там одно предприятие, угольное, городообразующее, и других нет просто. Ну и практически быть не может там на сегодняшний день. Поэтому он в программе, мы по программе будем его развивать. Федеральный центр будет вкладывать деньги, край будет вкладывать деньги туда, для того, чтобы... Там СУЭК очень активно работает, компания. Она инвестирует, она вложила туда несколько миллиардов, более 6 миллиардов инвестиций. Построили новый обогатительный комбинат, который делает сегодня угли высококалорийные, которые экспортопригодные, и мы как раз это одна из ведущих компаний, которые экспортный рынок будет завоевывать уже с новым качеством углей. Они же будут поставлять угли для ТЭЦ, которые строятся в Савгавани на 120 мегаватт, как раз по дороге современная. Я теперь поняла, почему вы вчера представителя СУЭКа на заседании правительства так вот расспрашивали про обучение специалистов. Потому что они очень хорошо развиваются. И СУЭК вошли в программу, кстати, в инвестиционную программу по развитию нашего приморья Хабаровского края, я его так называю, Советско-Гаванско-Ванинский транспортный узел. И будут получать государственные деньги, федеральные. Две компании СУЭК выиграла и Сахатранс, которая у Ванина будет развиваться. Вот эти две компании будут поддержку федерального центра получать, хорошую поддержку, в миллиардах она исчисляется, для того, чтобы они дальше реинвестировали свои деньги, развивали свою компанию здесь, на территории Хабаровского края. Для нас это очень важно, почему мы его и расспрашивали. Они очень много делают для края, активно работают, платят налоги и помогают и в социальном плане краю. Такие компании мы, конечно, себя поддерживаем. И будем поддерживать. Давайте тогда, вот прозвучало уже у вас слово импортозамещение, еще одно новое слово, которое мы буквально последние полгода особенно относимся серьезно, естественно, не к самому слову, а к тому, что за ним скрывается. Давайте посмотрим сюжет и прокомментируем, как мы продвинулись в этой теме. Это цифровой рентгенаппарат отечественного производства в помощь врачам второй краевой больницы. Подобные устройства уже во многих стационарах края. Запчасти на такую медтехнику поступают гораздо быстрее, чем для импортных аналогов. При достаточной надежности российская аппаратура, она выигрывает в цене обслуживания, содержания аппаратуры. Притом у нас эти аппараты стоят на тех направлениях, где остановка недопустима. В Комсомольске-на-Амуре на 52 миллиона рублей обновили медицинскую базу во второй городской поликлинике. Приобрели новое оборудование для стерилизации инструментов. Диагностическую линейку пополнили отечественные цифровые флюорограф, маммограф и телеуправляемый комплекс. Кроме оборудования, замещение коснется и лекарств. В этом году 61% медикаментов, предназначенных для льготников, от российских производителей. Импортозамещение в промышленности тоже тренд. Наши заводы, входящие в ОАО, объединенная судостроительная корпорация, освоили производство машин контактно-технологической сварки. На Энергомаше выпускают оборудование для нефтехимии, которое обогнало по популярности даже продукцию концерна «Сименс». Сегодня реализуются и готовятся инвестпроекты, которые позволят увеличить производство мяса, молока, яиц, овощей закрытого и открытого грунта, картофеля. На площадке ТАССР построят комплекс по выращиванию шампиньонов и компостный завод. Закрыть потребности в мясе и заместить санкционную линейку готовы целый ряд предприятий края. Собственники агрокомплекса вкладывают средства в цеха по выпуску колбасных изделий и полуфабрикатов и линий по производству зерненного творога. Самым доступным и желанным продуктом для жителей края может стать рыба. Ярмарка выходного дня с участием добывающих и перерабатывающих предприятий с успехом стартовала в Хабаровске. Ассортимент от рыбы мороженой, океанического промысла до свежей речной и озерной. Также предприятия представили охлажденные полуфабрикаты, пресервы и кулинарию. Вот сразу в продолжение темы рыбной. Вы вернулись из Николаевска на Амуре и там во время поездки побывали на заводе, на новом, даже на открытии, я так понимаю. Расскажите, пожалуйста, в чем новизна этого предприятия? Потому что это не первый завод, но что там такое действительно увидели? Во-первых, это самое крупное предприятие на территории Хабаровского края. Теперь будет, да? Оно уже есть, самое крупное. Самое современное, механизированное, автоматизированное по последнему слову техники. Очень важно, что его как раз построили в Иннокентьевке, не в городе Хабаровске, а там, где проблемы с рабочими местами всегда есть. И сегодня они там работают. И рыба там. Да, и рыба там ловится. Это очень важно. И для меня важно, что компания, это частная компания, которая получает прибыль от работы на территории края и ее реинвестирует в создание новых мощностей. То есть они не вывозят деньги там за границу, не складывают на счета. Они заработали и вложили, построили новый завод. Ну, почти полмиллиарда стоит этот завод с этим современным оборудованием. И сегодня там работают молодые люди, практически одна молодежь. Я вот с ними общался, все довольны. Труд хороший, нормальный, квалифицированный. И самое главное, что они нам сегодня дают прирост, прирост рыбной товарной продукции сюда почти где-то в полтора раза на внутренний рынок. На внутренний рынок. Потому что не секрет, все рыбные предприятия всегда были ориентированы на экспорт. Там и доллары платят, там и быстро это можно все делать, решить. И многие нелегально работали. Ну, надеюсь, что сейчас уже, наверное, не работают. А вот сегодня они услышали, сегодня посылы государства, что необходимо патриотически относиться к своему государству и заместить тот товар, который к нам поступал из-за границы, конкретно рыба. И мы показали, что мы это можем. Мы наши как раз отозвались, одними из первыми наши рыбные хозяйства, в полтора раза увеличили поставку на внутренний рынок. Мы сегодня вышли уже и на Москву, и на Московскую область, и на Санкт-Петербург. Поставляем товар, качественный товар. Товар рыбы, которая в диком виде выращивается. Это уникальный. Это уникальный. Не надо стесняться этого слова, конечно. Не страница, которая в прудах на комбикорме выращивается. Вот это надо понимать. И мы это сегодня делаем. И вот эта компания, которая построила новый завод, как раз направлена сегодня на такую работу. Это, конечно, приветствуется. Мы, конечно, такие компании поддерживать будем. И самое главное, что они занятость населения увеличивают. Люди работают с удовольствием. И говорят, мы такого завода еще не видели. Да и я такого большого-то не видел. Я много заводов рыбных видел. Но в усеченном виде тоже хорошие, но такого масштабного, на 500 тонн. Это солидное предприятие. И оно решает сегодня важную задачу. И наши прилавки должны тоже пополниться хорошей, дешевой рыбой. Мы еще одну задачу должны здесь решить. Я разговаривал как раз с теми, кто... Люди-то вопрос задают. ...берут, потребляют, эту рыбу перерабатывают. Но после них еще там один-два посредника получается. И вот они говорят, сколько бы мы не делали себестоимость ниже, А на прилавках она все равно стоит определенную константу. Вот это поручение такое уже я дал нашему министерству сельского хозяйства и торговли, которые должны проработать вопрос, собраться с сетевиками, посмотреть вот эту транспортную цепочку, кто перепродает. Ну, она должна быть, наверное, но проценты могут быть разные там. Мы уже по многим вопросам, по ценам решили же проблему. У края и понимание есть у бизнеса, у сетевиков. Они тоже, кстати, очень работают хорошо в этом плане, держат цены. По рыбе мы должны решить так, чтобы наш рыбный край мог дешевую рыбу выкладывать на прилавки для наших граждан. И мы этот вопрос решим. Ну, это здорово, потому что увидеть по телевизору сюжет о рыбодобывающем предприятии мало удовольствия, если ты не имеешь удовольствия на своем столе от конкретной продукции. Причем они тоже пошли уже работать по принципу импортозамещения продуктом, который они делают. То есть они делают рыбу лучшего качества, самую хорошую, которую мы на прилавке в Российскую Федерацию поставляем. Но они и оборудование уже закупают у них. Ну, часть, конечно, есть импортного, но и большая очень доля уже сегодня отечественного. Отечественного оборудования, которое делается у нас в Приморском крае, в Владивостоке, там делают уже хорошие вещи для рыбопереработки. То есть они уже стараются закупать у наших предприятий. Это тоже хорошо. То есть мы в этой конкуренции очень и очень впереди. Мы в конкуренции у рыбной находимся в свое достойное место. Наша рыбная промышленность в крае, она на высоте. Кстати, конечно, она по масштабам поменьше, чем, скажем, на Камчатке. Но это и оправдано жизнью. Камчатка – это рыбный край. У нас такая промышленность. На Камчатке не делают самолеты ни военные, ни гражданские. Там все лучшие трудовые ресурсы, наверное, на рыбалку. Конечно. Ну, это нормально. Они должны этим заниматься лучше всех. И объем у них больше. Но по технологиям, по организованности, по качеству продукции мы не уступаем никому. Это 100%. Отлично. А вот на Восточном экономическом форуме, который будет в начале сентября проводиться, опять же, с участием президента, и, я думаю, огромных сил мировых, кроме российских даже, что мы будем представлять? И там, в чем мы можем быть лучшими? Этот форум, он будет иметь такую инвестиционную направленность. Там не просто показать достижения. Вот его особенность, в чем будет. А заинтересовать, да? Да. Достижения мы можем показывать, конечно, и не вопрос. Я думаю, если мы там покажем, мы будем первые по достижению. Это факт. Я даже спорить, никто, я думаю, со мной в этом не будет. Но наша задача – представить там проекты инвестиционные, которые привлекут инвесторов. Как наших, так и зарубежных. Поэтому направленность будет инвестиционная. Мы будем показывать и представлять там достаточно высокой степени проработанные вестпроекты. Это вот сложно сделать сегодня. Не так просто. Но я думаю, что Хабаровский край займет там достойное место. Мы готовимся очень хорошо к этому. И у нас будут там масштабные представлены проекты. Но, думаю, они будут в числе первых там. Ну, должны быть, по крайней мере. Задача такая стоит. У нас есть это. Есть. Надо оформить все, упаковать. То есть есть, чем летом заняться, Вячеславович. Мы занимаемся, мы сегодня активно работаем. И участники этого форума. Мы там одна из опорных точек будет в Дальнем Востоке. Это я так, с иронией определенной. Потому что считается, что август – это самый отпускной месяц. И, в общем, да, он такой. Получается, что нет. Это у меня такой, как бы, называется рояль в кустах. Я хотела вам сюжет предложить. Да, но тут, как говорится, чего долго это вот как бы закручивать словесно. Потому что, ладно, взрослые, они должны организовать и заработать на отдых для своих детей. И не будем забывать, что для кого-то лето работа, а для нашего подрастающего поколения, которое потом будет крепить славу Хабаровского края, это время как раз хорошо отдохнуть перед новым учебным годом. Вы побывали в одном из детских лагерей. И давайте сюжет посмотрим и потом поговорим. Потому что это тоже как отправная точка для очень серьезного, но и не детского разговора. Они кричат от восторга. Позитивным настроем мальчишек и девчонок заряжает целая команда профессионалов. Этим летом в крае два десятка загородных лагерей примут больше 20 тысяч отдыхающих. Главное общение с детьми. Главное, чтобы тебе это нравилось. Ну, желание. Это самое главное. Когда вожатые настроены так, неудивительно, что путевки разлетаются еще весной. Тем более, даже с учетом роста цен в нынешнем году, значительная часть их стоимости по-прежнему компенсируется из регионального бюджета. Стоимость путевки 30 тысяч рублей. Но за счет того, что нам правительство края датирует стоимость путевки, для родителей она стоит 18 тысяч рублей. То есть у нас стоимость получается для всех. В форме собственности одинаковая, да? В регионе, кроме загородных лагерей, работают центры труда и отдыха, пришкольные площадки и профильные объединения. Всего их больше 550. 300 тысяч школьников имеют возможность получить новые впечатления и набраться сил перед очередным учебным годом. Особенностью летней кампании 2015 стало то, что на отдых смогли попасть и дети, формально пока не являющиеся гражданами России. Семьям украинских беженцев предложили путевки со значительной скидкой. Я старалась, да, работая, отложить какие-то деньги, чтобы летом, если появилась вот такая возможность, и чтобы ребенок не сидел целый год во прижитии. Всего на летнюю оздоровительную кампанию из бюджетов разных уровней в этом году направлено почти 700 миллионов рублей. Даже в условиях кризиса Хабаровский край не секвестирует эту статью расходов. Более того, правительство региона выступило с инициативой не просто поддерживать, а дополнительно развивать сеть учреждений загородного отдыха школьников, используя при этом частно-государственное партнерство и другие экономически эффективные варианты. Хотелось, чтобы таких действительно лагерей для детей становилось у нас больше. Был же какой-то период, чего скрывать, когда позакрывалось очень многое. А сейчас мы опять вынуждены восстанавливать. И, наверное, в этой сфере тоже нужны инвесторы, и тоже нужен чей-то вот такой частный бизнес, который сочтет эту сферу тоже интересной для вложения средств. Тем более, что она востребована, это без сомнения. Да, и мы как раз на примере вот этого лагеря оздоровительного «Мир детства», тоже как площадка стартовая. Хорошая площадка, хороший там такой частно-государственный проект реализуется сегодня, где и правительство края участвует, город Хабаровск участвует, и частный инвестор, который занимается организацией этого отдыха оздоровительного для детей. Вот такие вещи надо развивать сегодня. Ну, вы правильно сказали, не секрет, что многие предприятия побросали свои лагеря за город. Как лишнее считалось, да. Ну, тоже строительный завод оставил, отличный лагерь, в отличном месте, там корпуса. Мы сегодня смотрим, как к нему подступиться, вот ищем инвестора какого-то, чтобы с нашей помощью он бы взял его и работал. Потому что просто взять все на бюджет, ну, нет такой возможности, конечно, потому что вы же видели, это миллиарды, миллиарды уходят. Вот, сказали, несколько сотен детей отдыхают сегодня у нас на лагерях. И, конечно, если мы это разделим, эту финансовую нагрузку с частным бизнесом, это будет хорошо, и оно получается. Мы поддерживаем также, что наше государственное предприятие, там, для отдыха, что частное предприятие, мы целую делаем одинаковую для родителей. То есть они не должны видеть разницы. Они могут увидеть разницу в качестве. Вот. Но это хорошо, это будет конкуренция. Будут друг у друга учиться. И мы эту сеть будем развивать, потому что мы видим от нее полезность. Дети заняты, вот, они набираются сил, родители спокойно могут трудиться, заниматься нужным делом, зная, что они под присмотром. Квалифицированные сегодня, очень квалифицированные, ну, по крайней мере, где вот я побывал, воспитатели, вот, хорошие руководители, директора школ даже приходят, а учителя приходят туда. Это очень важно, потому что они продолжают как бы учебный процесс, только теперь он воспитательный, не дважды-два там, это само собой, а уже и воспитание какое-то, новые формы внешкольные там они изучают. Дети довольны, самое главное, родители довольны, для нас лучшей оценки нет. Мы будем поддерживать такие инициативы, будем поддерживать на территории края, когда частные инвесторы выступают с инициативой поддержать их, чтобы они взяли в свое видение тот или иной там какой-то оздоровительный лагерь, ну, или другое заведение. Это сфера не выпадает из экономической? Нет, очень хорошо сейчас развита, особенно в городе Хабаровске, это вот частные детские сады, они пошли, они двигаются, мы их тоже поддерживаем, вот, и это и занятость, и это и услуги для тех категорий детей, ну, в таких местах, где большие сады не построишь, они там не нужны, а маленькие там невыгодно строить, а вот частники могут организовать какие-то там вот эти группы, сегодня они ведут. Вот, то есть мы эти методы в спокойном режиме, ни компаниейшины никакой здесь нет, но в спокойном режиме они в край внедряются, и мы их приветствуем. То, что востребовано, оно действительно и жизнью потом оправдано, и нет тут никакой искусственности, потому что долгое время говорили, что какая-то монополия должна быть государственная, что нельзя частникам как бы запускать их в это. Можно, и очень хорошо на примере даже этого лагеря видно, что лишь бы любили детей, а тогда да. Хороших частников надо запускать, которые понимают, зачем они туда идут. Желательно, чтобы у них было какое-то образование, какой-то опыт работы. Ну, это да, это серьезно, это сфера контроля. Вот, поэтому просто так, конечно, туда со стороны запустить нельзя. Там и безопасность, там и гигиена. Там сегодня, вот мы посмотрели в этом лагере, там, так хочешь сказать, пионер-лагеря, как раньше, да. Современная кухня, современные методы приготовления пищи, супер, там все это новейшее оборудование, они этим занимаются, это же хорошо. Ну, попросили им помочь, там, сегодня, там, клуб какой-то отремонтировать, там, сделать хорошее. Мы вместе с городом Хабаровском, я думаю, решим этот вопрос, поможем, поддержим их. Вот, они пусть технологии там эти разрабатывают и внедряют. Это нормальное явление. Вот, смотрите, у нас практически все дети, вот, сказали, там, 300 тысяч, да, где-то, охвачены сегодня разными видами, вот, отдыха. А только в загородных это 20 тысяч, это вот таких вот специализированных, которые там, ну, лагеря, она же, отдыха. У нас есть такие, которые, ну, и они могут вполне преднавать на федеральное, на федеральное значение. Вот, ну, по крайней мере. Слушайте, вот эта же идея, ну, вот есть в Приморье океан, да, ведь можно же у нас тоже выбрать какую-то площадку, ведь у нас красивейшая река, прекрасная природа. Мы выбрали и заявились, это рассматривается сегодня, да. Секрет или можно обозначить? Пока не будем обозначать. Пока не будем, но главное, что мысли такие есть, да? Ну, мы заявились, и мысли уже и приезжали, смотрели, вот, ну, как бы есть опасения, что такая конкуренция будет нездоровая. А я думаю, она будет здоровой, нормальная конкуренция. Для нас важно, если он будет федеральный, федеральная поддержка финансовая будет, потому что... Ну, грех от федеральных денег отказываться. Грех большой, грех. Ну, мы работаем в этом направлении, и можем вполне конкурировать, я думаю, мы все равно решим этот вопрос. Но родители, дети, они этим не должны заниматься и заморачиваться. Они должны понимать, что будет у них хорошая услуга, независимо, это федеральный или краевой лагерь отдыха. Ну, нам нужно завершать программу. Вячеслав Иванович, вот для себя отметила, слушая вас, что у нас сегодня очень часто звучало слово конкуренция. И это здорово, потому что, значит, есть кому и с кем конкурировать, есть вот это вот ощущение борьбы, чувство азарта, без которого хорошее дело трудно совершить, потому что должны быть какие-то эмоции тоже вложены, кроме усилий. Мне кажется, это здорово. Поэтому спасибо большое, что такие проекты у нас есть инвестиционные, а про историю, про лагерь, про федеральный на территории Хабаровского края это очень интересно, и мы вас еще побеспокоим вопросами, так что готовьтесь. Хорошо. Спасибо за этот разговор и до новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова